В поселениях Северского района начались отчеты глав администрации о проделанной работе за минувшие шесть месяцев 2023 года. Первое мероприятие с участием главы района Андрея Дорошевского прошло в станице Азовской. Поселение не может похвастаться большим бюджетом, однако благодаря умилому руководству ежегодно здесь решаются насущные проблемы. Главное из них – водоснабжение. Местный водозабор давно требует реконструкции, а скважины – капитального ремонта. Одну из них под номером один как раз отремонтировали в этом году благодаря краевой программе. Сейчас в поселении реализуется масштабный проект. Строится магистральный водовод, который призван решить проблемы с водой на территории Азовской и обеспечить ею соседнюю станицу Убинскую. Следующий этап – бурение еще трех новых скважин. Пока же острую нехватку воды испытывают жители нескольких улиц станицы Азовской, в частности Некрасова и Матросова. Напора не хватает и вода туда просто не поднимается. Требуется установка насосной станции. Скважины ремонтируются, все это делается, но мы-то без воды, значит проблема-то другая. Глава района пообещал лично посодействовать в решении этого вопроса. Часть район вам даст, часть вы поступите программу краевую, часть у вас что-то на проекте и так далее. Есть у нас здесь состройщики, есть подрядчики, инвесторы, которых мы попросим и помогут нам реализовать задуманное. Будем опять надеяться. Пока же в ожидании больших перемен от строительства магистрального водовода местных жителей волнует еще один вопрос. Кто будет восстанавливать испорченные тротуары и придомовые территории, порой подрядчикам, прокладывающим трубы, приходится перекапывать большие участки и спиливать мешающие деревья. Все, что заложено в смете, восстановит подрядчик, а с остальным поможет район, уверил Андрей Дорошевский. Поселение надеется получить краевую поддержку для осуществления ремонта многочисленных автомобильных мостов и асфальтирования одной из центральных улиц станицы Азовской – Ленина. Вот уже несколько лет для этого пытаются войти в краевую программу. Пробуют снова. Мы надеемся, что в ближайшее время мы экспертизу эту пройдем и до подбора будем подавать документы и просим Дея Владимировича оказать нам содействие в решении этого вопроса. Это наша центральная улица, улица, ведущая к церкви, к Соленову. Это улица, также ведущая к кладбище поселения. Помимо воды и благоустройства, местных жителей интересовал вопрос работы мусороуборочной компании, в частности, антисанитарий вокруг мусорных баков. Будем готовить площадки нового типа под контейнера, закрывающиеся, чтобы исключить несанкционированный доступ собак туда и чтобы это было более цивилизованно. Тем временем, до сих пор около половины жителей поселения не заключили договор с компанией и не спешат оплачивать коммунальную услугу. В Азовскому поселению заключено 69% договоров, а уровень оплаты 65% от количества заключенных договоров. Есть обязанность наша за мусор платить и заключить необходимые договоры, а потом уже требовать чистоту. При этом сознательные жители населенного пункта предлагают штрафовать тех, кто не платит за вывоз мусора. Давайте принимать меры. Почему они такие умные? 69% заключила, 65% платит, а остальные что? Мы идем этим методом, приватную судебную претензию, а потом отдаем, передаем дела мировым судам. И это уже идет, и в том числе и по Азовскому поселению. Помимо проблемных вопросов, не раз звучали и слова благодарности в адрес главы поселения и администрации. Я бы хотела не задать вопрос, я бы хотела сказать большое спасибо Евгению Александровичу за постоянное взаимодействие, за покос травы на стадионе школы, за помощь в уборке снега в зимнее время, когда были большие снегопады. Всей команде Азовской администрации большое спасибо за постоянный какой-то контакт, плодотворное сотрудничество. Глава района в завершении встречи высоко оценил работу руководителя поселения и выразил благодарность людям, проявляющим активную жизненную позицию. Большие слова благодарности всем жителям станицы и Азовска, и Убинска за то, что кто сегодня здесь пришел, кто здесь живет, кто работает, трудится на благо малой родины, на благо Кубани, на благо России, потому что все мы вместе только можем выстоять и преодолеть трудности и лишения.